МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброй раннице Беларуси! С наступающим Новым годом! Новый и при этом последний день уходящего 2022 года вместе с вами на телеканалах Беларусь-1 и Спутниковом Беларусь-24 встречают Татьяна Матусевич и Екатерина Антонова. Сегодня суббота, 31 декабря, и наш специальный праздничный эфир мы начинаем из самого сердца нашей столицы, символа белорусской государственности из Дворца Независимости. В этих стенах принимаются важнейшие государственные решения, и здесь же уже меньше чем через 15 часов будут подведены итоги 2022-го в новогоднем обращении главы государства. И символично, что последнее утро уходящего года мы встречаем именно здесь. Нас ждет несколько часов хорошего настроения, новогодних пожеланий и только приятных сюрпризов. Ну и по традиции давайте начнем наш эфир с хорошей музыки. Кто-то рассыпает в небе звезды для тебя. Кто-то рисует на огне морозном узоры декабря. Пусть летит, кружится белый снег. С Новым Годом, Земля! С Новым Годом, Тебя! Пусть будет счастлив каждый человек. Пусть будет счастлив каждый человек. В прошлом оставляем все тревоги. И печаль завтра будут новые дороги. Жизнь – магистраль. И мы навстречу ярким горизонтам И мы навстречу новым чудесам С Новым Годом, Земля! С Новым Годом тебя! Пусть летит, кружится белый снег С Новым Годом, Земля! С Новым Годом тебя! Пусть будет счастлив каждый человек Пусть будет счастлив каждый человек С Новым Годом, Земля! С Новым Годом тебя! Пусть летит, кружится белый снег С Новым Годом, Земля С Новым Годом, Тебя Пусть будет счастлив каждый человек 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 Мы снова говорим вам доброй ранницы, ну и поскольку на календаре у нас 31 декабря, с чистой совестью поздравляем с наступающим Новым Годом! Ну и конечно же мы не могли обойтись без гостей, поэтому в нашей импровизированной студии во Дворце Независимости появятся те, чья работа непосредственно связана с праздниками Но всех имен прямо сейчас называть не будем, в конце концов Новый Год это время сюрпризов и неожиданных визитов, скажем лишь одно Что сегодня за гостей будут отвечать наши коллеги Марианна Муренкова и Анна Квилори И очень скоро мы передадим им слово А пока предлагаю отправиться на экскурсию, ведь Дворец Независимости это не только площадка, где проходят переговоры на высшем уровне, но и культурное достояние всей белорусской нации Уникален Дворец и тем, что открыт для посещения Несмотря на то, что гости здесь бывают регулярно, количество желающих посетить Дворец Независимости не уменьшается А чтобы у каждого была возможность оценить красоту и величие Дворца Независимости, наши коллеги Нина Мажека и Ольга Венская подготовили виртуальный тур по Дворцу, поэтому предлагаю отправиться на экскурсию Он восхищает своими масштабами и удивляет аутентичной красотой В этих стенах вершится история, отсюда берут начало главное событие, которое влияет на судьбу нашей страны И все это великолепие доступно каждому белорусу А начать экскурсию мы предлагаем зеленого зала, который без преувеличения приобрел мировую известность Именно здесь, в феврале 2015 года, за закрытыми дверями прошла большая часть непростых переговоров нормандской четверки Президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии Итогом этих переговоров стало подписание второго Минского соглашения Хотя изначально планировалось, что высокие гости передохнут здесь от суеты в преддверии переговоров Но президентам здесь так понравилось, что они решили важнейшее совещание перенести сюда Таким образом переговоры продлились 16 часов Вот чтобы ты понимал, насколько свободно они себя здесь чувствовали Они даже двигали мебель, а это достаточно непросто Сдвинули диваны, чтобы общаться в более тесном кругу Ну, кстати, о мебели. Она тоже белорусского производства, как и во всех остальных залах Зеленый зал используется для проведения приватных бесед в узком кругу Особая элегантность и торжественность достигается благодаря круглой планировке зала Есть в зеленом зале и еще одна секретная комната Именно в эту боковую комнату во время длительных многочасовых ночных переговоров уходили совещаться на наиболее закрытые темы Прямо над зеленым залом располагаются камины К слову, это любимый рабочий зал Александра Лукашенко Здесь чаще всего он встречает зарубежных гостей Поэтому зал регулярно появляется на телеэкранах и фотографиях А еще именно в этих стенах глава государства дает интервью влиятельным иностранным СМИ На стенах декоративная штукатурка обои с витиеватым рисунком Колонны, потолочные карнизы и молдинги привносят в интерьер классический характер Оригинален и сложен рисунок паркета Расположенная в центре декоративная розетка объединяет выполненные по индивидуальному заказу кресла и диваны в единую гармоничную композицию Нина, обрати внимание на потолок Он выполнен в традициях европейского искусства 18 века Смотри, здесь есть белорусские элементы Это придает росписи статус оригинального произведения искусства Не знаю, как у тебя, у меня такой красоты голова идет кругом просто Добрый день, Беларусь, доброе утро, друзья Мы продолжаем встречать этот волшебный предпраздничный день 31 декабря Вместе с вами Анна Квилория и Марианна Муренкова И в этой прекрасной импровизированной студии во Дворце независимости Республики Беларусь У нас специальная и такая долгожданная гостья Это пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсман Доброе утро Доброе утро, девчонки, вам всей стране доброе утро Наталья Николаевна, большое вам спасибо, что вы нашли время в своем очень плотном графике И встретите это утро вместе с нашими телезрителями Я тоже очень рада побывать сегодня здесь Первый раз вообще на самом деле в программе Доброе ранится Беларусь Не первый раз, конечно, в Дворце независимости Спасибо вам за возможность вместе с вами вот так позитивно поздравить Всю нашу страну, всех беларусов с наступающим Новым годом Так сделаем же это Давайте сразу перейдем к очень интересным вопросам За кулисью подготовки новогоднего обращения президента Республики Беларусь Как оно готовится? Кем вдохновляется? Как выбирается локация? Нам интересны все подробности Да, на самом деле это интересующий всех вопрос каждый год Он традиционный, вместе с тем, конечно, вот эта вот вся кухня Это самое-самое интересное Сразу же отвечаю на самый расхожий вопрос Ну и приоткрываю для вас, только для зрителей Доброе ранится Беларусь А завесу тайны Ну, мы с вами в эфире 31 декабря Естественно, вот в момент, когда нас слышат наши телезрители Новогоднее обращение уже записано И это всегда действительно очень сложный Очень волнительный момент для всех Потому что, конечно, в течение года у президента очень много Больших, таких фундаментальных, масштабных выступлений Но вот в эту волшебную ночь, которая действительно является рубежом Каким-то переходом, который действительно люди ждут И все взгляды прикованы к экрану Очень важно, слишком важно подобрать максимально точные слова Но нужно вместить все И поздравить, и поблагодарить, и подчеркнуть что-то И спрогнозировать, возможно, что-то Расставить все-все-все акценты Ведь действительно каждое слово слушают Каждое слово слышат, анализируют потом очень долго Поэтому, конечно, запись всегда происходит Ну, совсем незадолго до Нового года Особенно в нынешнее время Когда очень сложно что-то делать заранее Когда, конечно, вот буквально до финальных дней Предновогодних дней Мы формируем вот это самое новогоднее выступление С его акцентами Ну и после, после того, как несколько вариантов Их иногда бывает там два-три, а иногда с десяток Год на год не приходится Конечно же, финальная версия Финальные правки Финальный вариант Это вариант исключительно авторства президента По-другому не может быть Он говорит только лишь то, что хочет и должен сказать Чувствует Нашим всем белорусам А уже известно, каким будет формат? Естественно, известно Можете ли вы об этом рассказать? Потому что мы помним, что в 21-м году Здесь, в Дворце независимости, собрались достаточно известные люди Был не только президент, который обращался к народу А в этом году что мы увидим? Ну, это было вот то обращение, которое вы вспомнили Это было обращение с 20-го на 21-й год Мы вступали в год народного единства И, конечно, нам хотелось, чтобы вокруг президента Впервые был такой формат действительно Были люди, представляющие разные отрасли, разные профессии И известные люди, узнаваемые Спортсмены, артисты, телеведущие, журналисты И не только, и врачи, и педагоги, и так далее Мы собрали здесь такую команду единомышленников Но не выделяя кого-то Тогда нам просто хотелось, чтобы эти люди представляли всю страну Вот они были лицами, представляющими каждую свою отрасль В прошлом году президент, ну, скажем, более камерно записывал выступление Он на глазах у миллионов зрителей подписал указ номер один Первый указ Нового года, которым обозначался И которым назначался год исторической памяти Вот, и в этом году, вы знаете В этом году мы решили, что для нас самая главная Преемственность и вот та самая стабильность Я ведь только немножко могу приоткрыть завесу тайны, естественно Мы бросили мостик из прошлого года Мы оттолкнулись вот как раз-таки от того, что От тематики года, от того, что год был назван годом исторической памяти Мы хотим немножко показать больше наш дворец независимости Который действительно открыт, я думаю, вы в этом точно смогли убедиться И зрители, мы действительно финальную передачу года здесь записываем Более 6 тысяч человек побывало за год во дворце независимости В рамках экскурсий со всей страны и не только из Беларуси Мы таким же захотели показать дворец независимости В новогоднем обращении главы государства 12.00 без пяти, 12 Все будет на ваших экранах На телеканале Беларусь 1 и всех остальных телеканалов В многих странах принято выбирать такое слово года Либо словосочетание года На ваш взгляд, для нашей страны, каким бы было это словосочетание Либо это слово года 2022 Вы знаете, я предложила бы вам, нам с вами вместе От этой концепции немножко отойти Я все-таки пресс-секретарь президента Расскажу вам о том, что мы в этом году впервые Опросив огромное количество людей Людей, с которыми работаем Журналистов, наших политических обозревателей Руководителей СМИ Блогерское сообщество Телеграм-сообщество Мы у них спросили Что из выступлений президента Для них было самым ярким Самым знаковым Самым запоминающимся Мы попросили сделать топ-10 Но, честно скажу, ни один человек из тех, кого попросили Не вложился в топ-10 У всех было как минимум топ-15, топ-20 Потому что ярких фраз было очень много И фразы эти были самыми-самыми разными На самом деле основные фразы Они пересекались И они присутствовали практически у всех И вот через эти фразы Очень ярко и отчетливо Прослеживаются наши тенденции этого года Итак, эксклюзивный эксклюзив Только для программы Доброй Раницы, Беларусь Топ-5 фраз президента Которые он произносил В течение 2022 года По версии журналистов, блогеров И политического нашего сообщества Оказались следующими Ну, безусловный лидер Это, конечно, фраза Наша сила в единстве Нам есть за что бороться И есть что терять Тут, я думаю, излишни комментарии любые Абсолютно Да Вторая фраза Наша самая главная ценность Это мир И мы должны сохранить его И третья фраза Из таких самых основных Которые назвали все Президент очень много говорил Об этом в течение года И тоже это все абсолютно понятно Цитата Формула проста Я в пятый раз повторю ее Каждый должен заниматься своим делом Это если вы так по-серьезному И еще две фразы Которые вы, безусловно, вспомните Которые помнят все наши телезрители И которые просто тоже порвали когда-то Позволю себе употребить такое слово Вот Всех журналистов далеко за пределами нашей страны Это, конечно же, доллары на хлеб не намажешь Это, безусловно, топ Ну и последнее Не дадим Европе замерзнуть Вот та фраза, с которой Большой новый проект Поколки дров начался Вот мы уже немножко заговорили Об итогах года Этот год был сложный Давайте подведем небольшие итоги Какие события для нашей страны Оказались наиболее важными Для вас лично в том числе Вы знаете, ну Сотни Сотни мероприятий проведенных И здесь, во Дворце независимости На этой основной площадке И по всей стране Огромное количество выездных мероприятий Разных Сложно что-то выдвелить Год напряженной работы Я бы сказала так Мы провели референдум И наши люди проголосовали За обновленный Главный основной закон нашей страны Основной закон За новую конституцию Это та вещь, о которой может быть Не принято говорить Да, вот где-то так В итоговых развлекательных передачах Но мы с вами понимаем Что это тот документ Который Она много-много-много лет вперед Предопределит Будущее нашей страны Каждого из нас с вами Поэтому, конечно Об этом не сказать невозможно Мы и сегодня Не до конца осознаем Какая работа была проведена И насколько важен Для нашей страны этот документ Поэтому я, безусловно Первым номером Назвала бы это событие А дальше, вы знаете Я бы отметила в первую очередь То, что несмотря на все то Что происходит вокруг нас На какие-то неимоверные процессы И события Я бы сказала в целом Что самое важное для нас Это то, что мы действительно Весь этот год имели возможность Просто жить и работать Наши аграрии собрали Небывалый просто урожай Их чествовали Впервые здесь Во Дворце Независимости Я видела глаза этих людей И насколько для них Это было важно Но они потрудились, конечно Они того заслуживали Мы совсем недавно Открыли Ну, огромное просто Производство БНБК Президент это назвал Нашим новым космосом И это действительно Очень и очень важно Мы, несмотря на Жутчайшее давление Там экономика работала Правительство трудилось Я знаю как И все знают как Не покладая рук И президент Который очень переживал Вот эти итоги года Самые важные Здесь я бы не выделяла Больше каких-то Отдельных событий Просто потому Что именно на фоне Того, что происходит Мы все Как мне кажется Научились ценить Вот эту вот Повседневность Вот это самое главное И опять же На фоне всех происходящих Процессов Мы изложили Новую традицию Мы провели Тут самый чемпионат По колке дров Среди журналистов И какие сейчас Страны Постсоветского пространства Да и мира Дальше могут себе Позволить Вот такого рода Мероприятия Новое проводить И временно Это находить А это тоже говорит о том Что все у нас хорошо Все у нас спокойно Вот и то Что мы сейчас сидим Здесь с вами Вот 31 декабря Нас смотрят наши зрители Такие нарядные Красивые Во дворце независимости Это тоже событие Потому что К сожалению Далеко не все люди Имеют сейчас такую возможность Это надо ценить За это нужно Говорить спасибо Да А вот ваши личные итоги Вообще Бываете ли вы дома Для того чтобы Вообще подумать о том Что может быть Не знаю Приготовить оливье Не знаю Сделать селедку под шубой Аня уже пришла К новогодним традициям Или все таки Или все таки Вы всегда в работе До последних минут Уходящего года Что уж тут греха таить Достаточно Продолжительное время Долгие годы Конечно же Все вот эти Праздничные мероприятия Все Не только Новый год Они Для многих из нас Самые что ни на есть Рабочие Об этом часто говорит И президент Потому что Самое волнительное время Когда нужно держать руку На пульсе Это то время Когда вся страна гуляет А вот есть службы Которые за все отвечают Начиная от обеспеченной безопасности Продолжая организационными Разными моментами И они в работе У нас приблизительно Точно так же Я работала на телевидении И я часто вела финальный Уже предновогодний эфир Той же панорамой И конечно Очень волновалась Как это будет Мне хотелось Чтобы это было Ярко Эмоционально Поздравить страну С наступающим Новым годом И ты выдыхал Только лишь Когда выходило Десять вечера Из студий Ну какое там уже Предновогоднее настроение Оно конечно Быстренько появлялось Но тем не менее Сейчас Сейчас еще сложнее Почему? Потому что Ну вначале мы говорили О том что Запись новогоднего обращения Это важнейшее событие Честно скажу Что праздник Наступает только тогда Когда Президент говорит С Новым годом Дорогие белорусы Когда начинают бить куранты Потому что Только тогда Ты понимаешь Что вот Финальное Мероприятие года Твое рабочее За которое ты Действительно Непосредственно отвечаешь Оно состоялось И вот тогда Начинается праздник Который Безусловно Всегда Проходит В кругу Самых близких Родных И друзей Многочисленных друзей И если уж Про личные заговорили Так коротко Фрагментом Хочу сказать Что я очень люблю Этот праздник Очень И особенно В последнее время Все кто меня знает Не дадут соврать Я всегда Говорила И говорю О том Что мы Должны Не забывать Окунаться В праздничную атмосферу Мы должны Уметь Отмечать Наши праздники Почему Потому что Работать нас Как президент Говорит Жизнь заставит Мы сами понимаем Как нужно работать А вот Уметь переключиться И действительно Где-то Вот просто Отдохнуть Хотя бы Короткий промежуток Времени Это нужно делать Обязательно Нельзя пропускать Праздники Нужно самому себе И всем окружающим Вот эту праздничную атмосферу Создавать Звучит как напутствие А я хотела спросить То есть Наталья Николаевна Готовит оливье Все же Или нет Вы знаете Мое фирменное блюдо Это все-таки Селедка под швой Честно Непростое блюдо Честно скажу Вот те Кто отмечает Не один Новый год Со мной И часто бывает В гостях Говорят о том Что Ну это Ну не скромно Наверное Конечно прозвучит Но Для многих людей Как есть Это такая Самая вкусная Самый вкусный салат Из всех Что они пробовали Ну они мне так говорят Уже достаточно давно Я им верю Стараюсь Находить время Приготовить Хотя бы Селедка под шубой А телевизор Вы включаете В новогоднюю ночь Я вам скажу так Я телевизор Не выключаю И в новогоднюю ночь И вообще Во все остальные И будни И праздники Потому что Конечно Это самая Непосредственная Должностная Обязанность Рабочая Обязанность Быть все время В курсе Начиная от Утренних передач Что вы там Показали О чем вы там Рассказали Как вы поставили Музыку Как это все Преподнесли Обязательно Обязательно Конечно Все выпуски Новостей У нас сейчас За последние два года Появилось огромное Количество ярчайших Проектов Сколько говорили Об авторской Журналистике Передачи Их становится Только больше Ток-шоу Развлекательные проекты И понятно Х-фактор Сейчас фактор Бай И на ОНТ Большой развлекательный проект И в целом Все стараются Это нужно Успевать Все смотреть Еще одна Прекрасная традиция Которую мы просто Не можем не сказать В Дворце независимости Всегда Ежегодно Уже пятый год подряд Проводится новогодний бал Давайте вспомним Как вообще создавалось Это красивейшее мероприятие Идея эта зародилась Вот как раз С открытием Дворца независимости В 2013 году Правда Пришли к ней не сразу Потому что Ну понимаете Здесь нужно было Так немножко Обосноваться Тем кто здесь Начинал работать Тогда Как бы Освоиться Понимать Что мы можем На что мы можем Рассчитывать Вот конечно Поначалу это были Больше официальные мероприятия Затем Дворец независимости Был открыт Вот для экскурсий Для посещения людей И все-таки Потом пришли К тому Что президенту Несколько раз Заходили С такими идеями Потом у нас же Балы проходили И проходят И в Ратуши И в оперном театре В Большом театре нашем Вот И вот на все это глядя Вот как-то так Оно сложилось Все эти предложения Что однажды решили А давайте попробуем Пять лет назад И когда попробовали Этот первый блин Тогда не то Что оказался никомым Когда сотни талантливых ребят Со всей страны съезжаются Они эпитируют заранее Затем такое прекрасное мероприятие Они может быть Кто-то первый раз в жизни Надевает фрак И это белое платье Мы же имеем обратную связь Я знаю абсолютно точно Что это мероприятие Которое им на всю жизнь Потом запоминается Что долгие годы Плюс по поручению президента Это родилось абсолютно импровизационно Прямо во время Одного из первых баллов Прозвучало это поручение В мой адрес К каждому присутствующему С телеверсии Которую готовит Белтелерадиокомпания Которую 1 января Мы показываем Готовить флешку Мы записываем Абсолютно каждому участнику Эту флешку И готовим фотографии Это тоже память Это все очень красиво Потом стоит у них Я абсолютно уверена Где-то на почетном месте Вот И они это все вспоминают И когда мы видели Насколько это откликнулось У нашей молодежи В их сердцах Когда мы понимали С каким удовольствием Они здесь знакомятся Они после дружат Они где-то наверное И даже и семьи создают Можно кстати поискать Какие-то такие истории На будущее Потому что действительно Здесь ребята Из Суворовского училища И не только Лучшие студенты вузов Здесь девчонки Такие красивые В нарядах Вот И это настолько красиво И это настолько показывает Что и дворец открыт Что сюда молодежь Может и должна приходить Дворец независимости В этот вечер Как никогда В распоряжении молодежи Потому что да Есть первая Официально классическая часть Где присутствуют Глава государства Высокие гости Но затем Эта классическая часть Завершается Президент убывает Готовится к следующим мероприятиям И начинается часть неформальная И здесь действительно Уже и танцы И здесь знакомство И здесь даже бокал шампанского Я думаю Что это мероприятие Не может не нравиться Это та самая Новая традиция Нашей суверенной страны Нашей Беларуси Которая зародилась Именно здесь Благодаря открытию Дворца независимости Ну и конечно же Мы вас не можем Не попросить О нескольких словах Поздравления Для наших телезрителей Спасибо И конечно С огромным удовольствием Я всех телезрителей Доброй Ранницы Беларуси Телеканала Беларусь-1 Всех жителей Нашей страны Поздравляю С наступающим 2023 годом Коль уж мы на телевидении Коль уж мы встречаем Это финальное утро 2022 года Я хочу пожелать Ну во-первых Чтобы каждое утро Было только добрым Чтобы оно начиналось Вот с вас Таких веселых Позитивных Самых ярких Интересных Развлекательных Новостей Из красивой Музыки Продолжалось В течение дня Только тоже Хорошими Созидательными Новостями На разных Телеканалах Нашей страны Но чтобы мы Рассказывали о том Что мы сделали Что мы открыли Как мы где-то выступили Чтобы наша Беларусь Звучала И мы это видели И совершалось Тоже итогами дня Которые будут Рассказывать о том Что сегодня Делал наш президент Как это повлияло На судьбу Историю страны Новости отсюда Из Дворца независимости Но чтобы все Они были именно Созидательными И добрыми Я хочу пожелать нам Даже пускай Вот этой Повседневности Ну чтобы она была У нас каждый день Конечно вместе с миром В нашей стране Ценные слова Спасибо вам огромное Спасибо за этот Чудесный разговор Мы его запомним надолго С наступающим Новым годом Ура! И прямо из зимнего сада Отправляемся в зал Торжественных церемоний Еще чуточку волшебства В нашем сказочном эфире Этот пятый юбилейный бал В главном дворце Беларуси Соберет, как и всегда Самых ярких и талантливых Молодых людей Со всей страны А также в этот вечер Здесь соберутся Высшие должностные лица И руководство Беларуси Во всемирно известной традиции Венских балов Нам, белорусам Удалось расставить сугубо Белорусские акценты Анатолий Мячеславович Чем наш белорусский Новогодний бал Отличается от всех Других балов во всем мире Вы знаете Будучи здесь Во дворце независимости Мы понимаем Что отличается Своей душевностью Своей теплотой Потому что видим Прекрасные молодые лица Улыбающиеся Все переживают Безусловно Потому что Очень большая ответственность И в то же время Мы понимаем Что это традиция белорусская И мы каждый год Благодаря главе государства Собираемся В этом прекрасном месте Для того, чтобы Проявить себя Показать в танце И, конечно же Насладиться Прекрасной атмосферой Которая царит сегодня Во дворце независимости Если раньше приглашение на бал Получали лишь те Кто имел счастье Родиться в семье Шляхтича Или магната То сейчас сюда попадают Благодаря уму Таланту И успехам в учебе А как понять Дебютантка на балу Или она уже не первый раз Дебютантки в белых платьях В диадемах И у вас Не белые И с букетиками в руках Да И дебютанты танцуют Полонез обязательно В этом году наш бал Это, так сказать Путешествие по истории Бальной культуры Сквозь века Сквозь века И мы начинаем С 16 века Вот первым танцем Нашей истории Является танец бас-данзе Действительно Танец 16 века Мы искренне желаем вам Верить в чудо И видеть волшебство Не только раз в году Ну и во все остальные 364 дня С Новым Годом С Новым Годом Доброй ранницы Беларуси Мы Екатерина Антонова И Татьяна Матусеевич Продолжаем встречать Утро субботы 31 декабря Вместе с вами Новый 2023 год Пройдет под покровительством Черного водяного кролика Это животное Как известно Любит тепло Уют Поэтому астрологи Рекомендуют встречать Праздник всей семьей Но вот провести Новый Год в кругу Родных и близких К сожалению Могут не все Для детей Которые оказались В тяжелых жизненных ситуациях Под уже который год Проводится Республиканская Благотворительная акция Наши дети На главной президентской елке Во дворце республики Собираются Тысячи ребят Я знаю, Татьяна Что на благотворительном празднике Созвездие Зубра Побывала и ты И готова уже показать Нашим зрителям сюжет Давай посмотрим Если мы взрослые В последние дни Уходящего года Завершаем дела Подводим итоги Самые юные белорусы Живут Ожиданием чуда Как по мне Чудеса Это наверное Когда сбываются Все твои мечты Я не знаю Как это писать Ну Чудеса Это Например Самый Новый Год Это надо просто верить И В счастье Там все сбудется Как я лично считаю Чудеса Это неожиданные эмоции Они всегда поднимают настроение Как раз в эти дни Проходит большой Благотворительный марафон Акция Наши дети Началась 15 декабря Продлится По 15 января Будущего года Кульминационным событием Новогодней сказки Для маленьких Жителей нашей страны Традиционно Стала главная Ёлка Оно собрало Юных талантов Которые достигли Успеха в учебе Или спорте А также Тех Кому так нужно Внимание Воспитанников Интернатов И детских домов Я Гомеля Мы сами Кадетское Училище Но в Барановичах Горбович Все бодрые Позитивные Я не выспалась Почти 2500 ребят Приехали на праздник Со всех уголков страны Соня из Могилева На прошлый Новый год Загадала желание Оказаться здесь Спустя почти 12 месяцев Свершилось И что ты делала Для того, чтобы Быть сегодня здесь В Минске Старалась И учиться хорошо И Старалась И танцевать И ну Все делать Для того, чтобы Быть лучше Совершенствовать Рассказывай Чем ты занимаешься Тяжелоатлетикой Так Такая маленькая Такая сильная девочка Ну расскажи Каких высот Ты достигла Я 24-го В субботу Ездила на соревнования В Будо-Кошелево Заняла первое место Вот сейчас Мы аплодисменты Просто добавим Ребят Давайте поддержим За кадром Не зря Ведь говорят Это время чудес Они случаются Главное Верить Кто приносит Подарки На Новый год Дед Мороз Дед Мороз Вот понимаете Даже уже люди постарше Все равно Продолжают верить В Дедушку-волшебника Хорошо А что тогда Вы попросите У Дедушки Мороза 31 декабря 2022 года На уже будущий год Я наверное попрошу Здоровья Родным и близким Это самое главное И чтобы у меня Все получалось В будущем году И становился Еще лучше Наслаждаться моментами Всегда быть рядом С семьей И чтобы у всех Все было хорошо Хорошего настроения А еще что? Мира А еще что? Добра А всем много-много-много Чего? Счастья 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 Здоровья Своим родным И близким Это самое главное В жизни Я попрошу Чтобы мама Была здоровой И добра Я думаю Попрошу Графический планшет Так как сейчас Я занимаюсь В художественной школе И мне нравится Эта сфера Настроение Хороших оценок Добра Добра Понимаете Я-то думала Что современная молодежь Сейчас начнет Мне называть Хотим гаджетов Компьютеров И так далее Тому подобное Добра Хотят дети И это замечательно Давайте все вместе Поздравим всю страну Вот туда С Новым годом Три-четыре С Новым годом Ну что, ребята Все приготовили Свои желания Да Раз, два, три Звезда горит С Новым годом Звезда горит Белый снег Белый снег Белый снег Белый тень Белый снег Белый снег Белый снег Белый снег Белый день Ты куды на мне Печешь послухать Зави рука Метель Зави рука На творении Машине Людей На творении Машине Людей Зави рука Метель Зави рука Ты кудымя не кричишь, послугай На дворе ни в машине людей Ни в машине людей Белый снег, белый снег, белый снег Белый след Белый снег, белый снег, белый снег Белый свет За тобой я осторожно ступаю Засыпая, на снег засыпая Потропляю заметенный след Потропляю заметенный след Засыпая, на снег засыпая За тобой я осторожно ступаю Потропляю заметенный след Заметенный след Белый снег Белый снег Белый снег Белый снег Белый снег Самый рабочий зал Дворца Независимости Красный Его еще называют Расширенным кабинетом главы государства Здесь принимаются важнейшие решения И особенно горячо было в 2020 Тут порой трижды за день Собирались в узком кругу Обратите внимание на окнах тяжелые Массивные бархатные красные шторы На стульях обивка терракотово-кораллового оттенка Геометрический паркет Этот лаконичный декор Идеален для проведения рабочих совещаний Коллега, что у нас на повестке? На стенах три картины кисти белорусских художников Вообще дворец это место, где с уверенностью можно сказать Здесь все белорусское Под потолком золотистой ленты Проходит орнамент с элементами узоров с узких поясов Этот нежный рисунок также обрамляет с двух сторон государственный герб на стене А мое внимание привлекли шахматы из-за оптического стекла Их президенту подарили сотрудники предприятия Белома Так может быть партию, коллег? С удовольствием А это самый большой зал Дворца независимости Пространство выполнено в виде амфитеатра Строгая манера оформления интерьера универсального зала Обусловлена его предназначением Здесь проводятся пресс-конференции И другие масштабные мероприятия С проведением телевизионных трансляций А еще президент в этом зале подводит итоги саммитов Комментирует международные события И, конечно, общается с представителями СМИ Господин президент, можно я задам вам вопрос? Цветовое решение стен в сатиново-голубых тонах Было выбрано не случайно Такая гамма способствует качественной передаче картинки при видеосъемках Напротив сцены за окнами разместились дополнительные помещения универсального зала Центральное место в интерьере занимает символ государственности Герб Республики Беларусь Выполненный художником Валерием Чайкой в мозаичной технике Внимание к себе приковывает люстра Она входит в десятку самых больших осветительных приборов мира Любопытно, сколько же весит эта роскошная хрустальная красавица? А я тебе скажу, она весит 2 тонны Длина ее составляет 9 метров Ну а всего во дворце 23 люстры и порядка 150 бра Большинство из которых сделаны на предприятии ЗАО «Каскад» Город Лида Вот знаешь, Катюш, что мне нравится? Что впереди-то нас ждут большие выходные И это замечательная традиция начинать Новый год именно с выходного Традиция эта замечательная, но, к сожалению, не для всех белорусов 31 декабря, как и 1 января, день выходной Ну, многим приходится выходить на работу Например, для нас, для журналистов Новогодние праздники – это горячая пора Точно так же, как и для врачей, спасателей, сотрудников милиции И работников дежурных служб И вот о тех, кто проводит Новый год на службе Наши коллеги Анна Квилори и Марьяна Бринкова Поговорят с министром по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадимом Синявским Вадим Иванович, доброе утро, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом Большое спасибо, что приехали в нашу выездную студию Дворца независимости Доброе утро Вадим Иванович, вы уже два года на посту министра по чрезвычайным ситуациям За это время, как часто вам приходилось бывать в этом потрясающем месте? Ну, если так говорить, вместе бываю часто Глава государства очень активно проводит работу различного уровня совещания Организационные мероприятия, которые здесь организованы Ну и плюс доклады, которые мы осуществляем, каждый руководитель ведомства А вот с какими эмоциями вы сюда едете? Можете вспомнить? Вот мы с Аней немного волновались Эмоции только положительные, ну и ответственность большая Все-таки ты едешь на доклад к первому лицу государства В преддверии Нового года они просто так позвали именно вас Потому что накануне замечательного праздника Все-таки случаются не самые приятные ситуации И кто, как не министерство по чрезвычайным ситуациям Готово в любой момент выехать и эту ситуацию устранить? Скажите, сколько вообще людей выходит на дежурство в эту новогоднюю ночь? Столько, сколько и обычно Единственный момент в период таких серьезных праздников, как Новый год, Рождество Ряд других праздничных дат в нашей стране Конечно же мы дежурить будем по усиленному варианту несения службы Это как? Во-первых, усиленные наряды, которые будут заступать на боевое дежурство По выполнению задач Министерства по чрезвычайным ситуациям С одной стороны, с другой стороны будут работать ситуационно-оперативные штабы Для того, чтобы своевременно принимать эту информацию И обеспечить должное реагирование на чрезвычайную ситуацию С целью оказания помощи людям Плюс работа на массовых мероприятиях, которые будут организованы повсеместно по всей стране Поэтому на службу заступят 31, 1 и 2 числа по 4 тысячи спасателей Для выполнения этих поставленных задач По всей стране 4 тысячи человек ежесуточно Страна может спать спокойно Давайте еще немного статистики Какие вызовы чаще всего поступают 31 декабря? Может быть есть какие-то конкретные, я не знаю, фейерверки? Основные выезды, традиционно это пожары 90% всех выездов МЧС это пожары Стоит отметить, что, конечно, ТикТок, министерство по чрезвычайным ситуациям Это один из, наверное, самых просматриваемых платформ Платформ, да, из всех государственных органов Республики Беларусь А как вы думаете, удается ли в таком неформальном варианте Донести информацию до ваших зрителей? Очень важно присутствовать везде Продвигать свой продукт предупредельно-профилактической деятельности Министерства И достучаться до сердец наших граждан Так вот, статистика говорит о том, что нам удается В этом году выполнить поставленные перед нами задачи Сократить количество погибших людей Вот этих чрезвычайных ситуаций В том числе с использованием социальных сетей Таких, как Титок и другие То есть соцсети это не всегда плохо Это хорошо и играет нам хорошую службу Я думаю, наши телезрители обязательно зайдут в ваш ТикТок И подпишутся Да, и подпишутся И будут смотреть, исследовать вашим советам Но действительно, это произведение искусства Мой любимый, между прочим, ТикТок Это про установку пожарного извещателя Если вам интересно, заходите в ТикТок Министерства по чрезвычайной ситуации Ну и, конечно, мы не можем не задать вам вопрос А вам приходилось по долгу службы Когда-нибудь выходить на дежурство 31 декабря Говорить, до свидания, семья Я скоро вернусь Я 35 лет служу, будем говорить так, своей стране И треть из них это дежурство в новогоднюю ночь А может быть какие-то традиции есть? Вы все-таки, я не знаю, там на телефоне с семьей при этом служите Традиции у меня или традиции ведомства? А ваши личины? И то, и другое? Традиции у меня, это, конечно же, где бы ты ни находился, где бы ты ни выполнял свои задачи Это внимательно послушать выступления президента страны Послушать, как он от души подводит итоги года И напутствует на предстоящий год Это важно, я считаю, каждому гражданину, который себя уважает и проживает в этом государстве А когда ты находишься с коллективом, это поздравление коллектива Очень важно тоже людям, которые в эту новогоднюю ночь будут выполнять свои задачи по предназначению Услышать слова благодарности, слова признательности, слова поздравления А вообще спасателям на работе удается отпраздновать Новый год или нет? Или они все сконцентрированы на службе? Они все сконцентрированы на службе, но ждут поздравлений И если так получается, что они находятся в караульном помещении и могут включить телевизор Посмотреть, как я уже сказал, поздравления нашего президента Поднять бокал сладкого чая, поздравить друг друга И быть в готовности для немедленного выезда с целью реагирования на чрезвычайную ситуацию Вечером сегодня так и будет Вадим Иванович, давайте, чтобы Новый год наши граждане встретили хорошо, без происшествий Наполним основные правила безопасности, которые нужно соблюдать в этот вечер Их можно много назвать, правил безопасности Но я хочу сказать очень простые вещи для каждого гражданина В первую очередь, нужно соблюдать правила общежития Они элементарные Уважай себя так, как ты хочешь, чтобы тебя уважали другие Уважай окружающих людей Береги своих детей, заботься о них Не допускай каких-то чрезвычайных ситуаций, которые могут повлечь все вот эти вот процессы, сопутствующие с Новым годом Понятно, что будет употребление алкоголя Понятно, что люди будут навеселее Но надо быть очень внимательным и бдительным Не важно, что мы проживаем в безопасной стране Опасность всегда где-то рядышком Поэтому надо быть внимательным, ответственным и аккуратным Всегда возможность прийти на помощь окружающим людям Ну и помните о том, что телефон МЧС-112 Звоните, мы всегда будем вовремя с целью оказания помощи людям А давайте, дорогие друзья, сделаем так, чтобы спасатели, даже находясь на дежурстве в эту ночь Никуда не выезжали и имели возможность поднять тот самый бокал сладкого чая в 12.00 Владимир Иванович, ваши коллеги, наша страна ждет и вашего поздравления Поздравьте, пожалуйста, их с наступающим Новым годом Уважаемые коллеги, дорогие жители нашей любимой Беларуси Позвольте от спасательного ведомства пожелать вам, вашим родным, близким крепкого здоровья Успехов в завтрашнем дне Безопасного проведения Нового года и всего года В котором мы будем счастливо жить в любимой Беларуси Хочу присоединиться ко всем поздравлениям в ваших семьях И хочу, чтобы вы всегда помнили Помощь рядом Телефон МЧС 112 Дорогие друзья, у нас в гостях был министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Вадим Синявский Большое спасибо, большое спасибо, что пришли Отличного вам Нового года Спасибо Ну а наш эфир продолжается Вся в гирляндах и игрушках Вся звездою на макушке Красотой своей нам варит счастье А на землю свек ложится Ночь уже, но нам не спится Скоро у детей начнется сказка Скоро двенадцать, осталось немного Мы обнаружим подарки под елкой Посреди ночи взлетая салют Украсит небо огнями Скоро двенадцать и все на готове Плохие моменты останутся в прошлом Впереди лишь надежда с мечтами Скоро это случится Новый год к нам привчится Открывай шире двери И впусти его в свой дом Он огни зажигает Настроение дарит Даже дикие двери Со своими встречают его Конфетти и мандарины Разноцветные витрины Взрослые ведут себя, как дети В снег друг друга окунают На санях с горы слетают Абсолютно забывая все на свете Скоро это случится Новый год к нам примчится Открывай шире двери И впусти его в свой дом Он огни зажигает Настроение дарит Даже дикие двери Со своими встречают его Когда это случится Новый год к нам примчится Открывай шире двери И впусти его в свой дом Он огни зажигает Настроение дарит Даже дикие двери Со своими встречают его ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, страна! Сегодня вместо нашей привычной студии 600 метров на Макайонка 9 Мы приветствуем вас Из Дворца Независимости И несмотря на то, что это здание Центр общественно-политической И деловой жизни страны Это также мест, которое показывает Всему миру многогранность Талантов белорусов Благодаря слаженной работе Огромного коллектива Этот объект построили за 30 месяцев Вместо запланированных 57 И сегодня у каждого нашего телезрителя Есть возможность попасть На экскурсию во Дворец Независимости Вместе с нашими коллегами Ниной Можейко и Ольгой Венской Предлагаю продолжить нашу виртуальную экскурсию А это зал вручения Государственных наград Известный также как зал Беларусь Один из самых значимых Во Дворце Независимости Именно здесь, в особенно торжественной атмосфере Из рук главы государства Получают награды Лучшие люди страны Многодетные мамы Деятели науки и культуры Защитники Родины Лучшие спортсмены 32 колонны из темно-зеленого мравора Выстроились вдоль стен Словно рота почетного караула А сверху белые плитки С белоснежным, красивым, белорусским орнаментом Обратите внимание Зал украшен летными медальонами В виде счета с аббревиатурой РБ Республика Беларусь На стенах по периметру Мозаичные панно с изображением Государственного герба Республики Беларусь И высоких наград Такие как Орден Победы Звезда Героя Беларуси И другие А еще есть прекрасные приметы Если сделать фото в этом зале То впереди ждет как минимум успешный год А еще много работы на пути к этому успеху Но нас это не пугает Зимний сад Предмет особенного восхищения И комплиментов со стороны Высокопоставленных гостей дворца Нина, согласись, но правда Есть чем восхищаться и чем гордиться Во дворце произрастает Смыше 150 видов растений И это заслуга сотрудников Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси В тени апельсиновых деревьев С ароматными плодами Располагается комфортная зона отдыха Вдоль витражей водоемы В которых плавают яркие рыбки Водоемы окружены экзотическими растениями Это какой-то супер необычный оригинальный стол Что здесь есть? Например, премикс для карповых рыб Вот у меня кормовая добавка трионин 98,5% Интересно, для чего это нужно и вообще Откуда взялся? Здесь такой необычный стол Стол на самом деле обеденный, но это условно Подарок главе государства от сотрудников Белорусской национальной биотехнологической корпорации Настоящий эксклюзив Слушай, он еще и вращается, ничего себе Мы, Катерина Антонова и Татьяна Матусевич Продолжаем праздничный эфир программы Доброй ранницы Беларуси из Дворца независимости И всем еще раз доброе утро Вот в Новый год принято подводить итоги И мы тоже решили присоединиться к этой традиции Наш коллега Мария Хрусталева Каждую среду в своей рубрике Дай перца рассказывает о самых ярких событиях Мирового шоу-бизнеса Давайте прямо сейчас узнаем Какими новостями отличился уходящий 2022-й в рубрике Дай перца Один сезон сменяет другой Время идет, но ни одно яркое событие Не остается незамеченным В рубрике Дай перца Давайте же вспомним, какие новости Не оставили нас без эмоций в уходящем году Яркой вспышкой начала 2022-го Стал выход документального фильма Аферист из Тиндера О Саймоне Ливаеве Который, выдавая себя за богача Знакомился с девушками и обманывал их на деньги Эстафету острых новостей Этот герой-любовник Передал Анне Делви Выдававшую себя за представительницу богатого семейства Об этой девушке в марте 2022-го говорил весь мир В том числе и программа Доброй Раницы Беларусь Так как выход сериала Изобретая Анну Поведал всем о том Как девушке на протяжении нескольких лет Удавалось обманывать самых влиятельных людей Нью-Йорка Ну а через пару недель в телевизионном эфире Мы защищали Уилла Смита От которого, пусть и ненадолго Но отвернулся весь Голливуд После его поведения на кинопремии Оскар А Уилл Смит, он такой, он молодец Он как лев защищает свою семью В апреле грустили и радовались одновременно За белку из ледникового периода Она, наконец, 20 лет спустя Нашла свой орех Создатели мультфильма показали короткий ролик И, судя по всему, таким образом Завершили эту мультисторию В мае мы восхищались Томом Крузом Который прилетел на премьеру фильма Топ-ган Мэворик на собственном вертолете Которым сам и управлял В июне вместе со всем миром Мы следили за судебными разбирательствами С участием Джонни Деппа и Эмбер Хёрд И так до сих пор и не поняли Так они там договорились между собой или нет? Отменить Джонни Деппа, мне кажется, нельзя Пусть, допустим, он не будет Джеком Воробьем Пусть он даже не будет сниматься кино Зато он будет играть в группе, например Мы же помним, что он еще и великолепный талантливый музыкант Вот так вот Джонни Депп все равно останется с нами Да Это как раз-таки гол сейчас в ворота Эмбер Хёрд Потому что все-таки, мне кажется, не отличается она аристократизм В этом вопросе, во всяком случае Но выводы сделали А вот в июле нам не пришлось делать заключение Мы радовались за хомяка-космонавта, который покорил стратосферу на воздушном шаре Питомец благополучно вернулся из космоса и приземлился рядом с японским островом Мияко А в августе наше внимание снова привлек казус с участием голливудского актера На этот раз мужчина, укравший товары в строительном магазине, оказался точной копией Брэдли Купера Наверняка, когда его поймают, он скажет так гордо Зато я похож на Брэдли Купер Это правда Уже в сентябре с правонарушителем разобрались Но к тому времени мы обсуждали исполнительницу новой русалочки Холли Бейли Далеко не все поклонники сказки оказались довольны выбором актрисы А в октябре были недовольны мы, когда картина Клода Мане чуть не пострадала в Потсдаме из-за эко-активистов Знаете, я бы сказала, что детишкам этим нужно руки занять Отправьте картошку выкапывать, как раз сезон, между прочим В ноябре мы пристально сравнивали внешность и мимику актрисы Элизабет де Бейки и принцессы Дианы Актриса повторила эпизод из скандального интервью Леди Ди В декабре, две недели назад, мы завороженно смотрели на то, как радуется Аргентина своей победе в чемпионате мира по футболу И провожали Месси, который так ярко завершил свою футбольную карьеру Пускай в новом 2023 году перченые новости будут приносить вам только положительные эмоции Ну а мы с телепроектом Доброй Раницы Беларусь будем обязательно вам о них рассказывать Таня, а какое у тебя любимое блюдо на новогоднем столе? Подожди, оливье не называй, оливье любят все Хорошо, я люблю рулетики с красной рыбой, а ты что любишь? А я люблю курочку такую на бутылке в духовке, зажаренную с корочкой Как же это все вкусно, ты знаешь, каждый Новый год моя мама планирует готовить меньше Но, к сожалению, не получается, каждая хозяйка хочет удивить А потом каждый гость хочет все попробовать Получается, что Новый год это настоящее испытание для нашего организма Так вот, как новогоднее застолье пережить без стрессов для организма? Давайте спросим у эксперта Доброй Раницы Беларусь! Мы рады приветствовать в нашей импровизированной студии Победителя конкурса «Врач года» Республики Беларусь номинации «Врач-терапевт» Наталью Хомицаеву Врача Республиканского клинического медицинского центра Доброе утро, Наталья! Доброе утро! Примите наши поздравления, хоть и несколько с опозданием, с получением такого звания Это дополнительную какую-то ответственность на вас налагает? Или вы как работали хорошо, стабильно, так и продолжаете? Я стараюсь работать хорошо, но, конечно, определенный рейтинг это повысило И ответственность, конечно, становится еще выше Наталья, уже сегодня вечером вся наша страна, весь мир отметит Новый год И, естественно, все семьи, все люди будут ютиться за столами Здесь есть и шампанское, и блюда Скажите, как вообще вот этот рацион сказывается у нас на организме? Ну, конечно, это углеводный удар по нашему организму, потому что это все тяжело А, как правило, мы еще худеем перед праздниками, потому что все хотим быть красивыми По неделю не едим, а на Новый год, да? Да, 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 а потом на Новый год мы массово налегаем Все мы к этому экстремально интенсивно готовимся Мы покупаем какие-то оригинальные продукты, которые не едим каждый день Поэтому это, конечно, немножко есть вопросы, могут возникнуть аллергические реакции Из-за употребления морепродуктов, каких-то экзотических ореков, экзотических редких фруктов Вы сказали про экзотические продукты, я сразу почему-то вспомнила, как мы любим на батон намазать масло, а потом класть икру Скажите, насколько это убийственно для нашего организма? Ну, если фанатично не употреблять икру с бактоном, что в разумных пределах это возможно Ну, конечно, стараться не увлекаться, потому что там очень много соли Соль эта затерживается в организме, это вызывает приток жидкости, лицо отекает, и для дам это не очень хорошо с утра И для гипертоников тоже И для гипертоников тоже Вы сказали, что да, есть какие-то продукты, которые действительно мы не употребляем каждый день А тут вот в новогоднюю ночь, чтобы максимально был такой роскошный стол, мы их все выставляем Так может быть, тогда идеальная формула новогоднего стола это за неделю до начать пробовать что-нибудь по чуть-чуть Приучать организм Да, и вот это вот ваше, вот не трогайте это на Новый год Да, но надо стараться разнообразить свое питание в течение года, чтобы познакомиться со всеми экзотическими продуктами При возможности от морепродуктов до экзотических фруктов В общем, меню на Новый год надо было составлять, начиная с 1 января прошлого Мне кажется, тут даже дело не в том, что меню какое-то необычное на 31 декабря, а то, что мы едим ночью Это тоже нормально Да, кстати, диетологи всего мира говорят о том, что ночью есть ни в коем случае нельзя А тут это такое главное исключение из правил Это наша особенность, это наша привычка, это национальная традиция И избавиться мы от нее не сможем Одну ночь в году можно пережить А как минимизировать последствия вот этого ночного, так сказать, застолья? Ну, можно сочетать прием еды с ферментативными препаратами Можно... Салат-таблетка, салат-таблетка Можно разбавить застолье двигательной активностью Либо прогулкой на елку, либо танцами, чтобы приятнее, активнее, лучше Поиграть в крокодила всей семьей Как здорово! Смотрите, доктор рекомендует обязательно танцевать в новогоднюю ночь Это шикарная рекомендация Смотрите, сейчас я буду перечислять меню каждой белорусской семьи на Новый год Сейчас у всех потеплеет на душе Да, это оливье, это селедка под шубой, это мимоза, это фаршированный ядик Крабовый салат, вот тоже бывает такое, да Скажите, это, конечно, едят все взрослые А вот детям делать нужно какой-то отдельный стол? Потому что это совершенно губительно для их организма И ничего страшного, пускай туда ест После трех лет желательно, конечно, им готовить отдельную еду А после трех лет все-таки потихоньку надо приучаться к национальной кухне То есть вот тебе тазик оливье, пожалуйста, чтобы не было Тазик не надо Но потихоньку же вы будете вводить ребенка во взрослую жизнь? Пусть и начинает с Нового года Кстати, о тазиках с оливье Так Мы говорим только о том, что 31 декабря вот ночью вся страна будет есть, да? Но есть же еще 1 января, 2 января, который в этом году будет выходными днями И у нас тоже есть такая привычка, оставшаяся в советских времен доедать Насколько это вредительно? Вот, расскажите нашим телесвитерам Это самое страшное Мне кажется, это тоже национальная традиция Вся страна, национальная традиция неделю доедает оливье Поэтому, конечно, стараться, чтобы больше трех суток салат в холодильнике не стоял Чтобы заправленный майонезом салат в холодильнике не стоял Если он стоит в холодильнике, он не должен быть заправлен майонезом Поясните, почему? Что может случиться с человеком? Может развиться пищевая токсикоинфекция Там могут размножиться, если особенно он заправлен майонезом Там размножаются микроорганизмы, в частности, стафилококк И можно заразиться И из этого вытекает сразу же наш следующий вопрос А с какими жалобами чаще всего обращаются к вам пациенты после Нового года? Как правило, это обострение ЖКТ-заболеваний Это хронические панкреатиты, желтнокаменная болезнь Хронические гастродиоденицы, срывы ритма, гипертонические кризы То есть, как бы... Но весь этот ассортимент, как правило, идет с первого числа после обеда Как ты радостна, Анатолия, так вы не знаете этот список Но на самом деле нужно быть аккуратным, очень аккуратным Ну, конечно, стараться Особенно пожилым людям, людям, имеющим хронические заболевания Больным с сахарным диабетом нельзя увлекаться углеводами То есть, сраться при возможности соблюдать диету Если нарушать диету, то нарушать диету надо разумно В маленьких количествах Все нужно делать с умом Так давайте, раз мы уже поговорили о болезни, которая обостряется в Новый год Из-за нашей пищевой невоздержанности Давайте и определимся, какие лекарства нужно положить в обтечку К чему быть готовым? Ну, ферментативные препараты Это антоциды препараты, гасящие секрецию желудочного сока Избавляющие нас от изжоги Это гипотензивные препараты, препараты, снижающие давление Ну и, наверное, шепучий аспирин И, наверное, антигистаминные Что-то, раз уж мы заговорили об аллергических реакциях Наталья, случалось ли вам когда-нибудь встречать Новый год на работе? Случалось Как это было? Ну, относительно тихо, но болезни Деда Мороза не боятся То есть, бывает всякое То есть, Деда Мороза привозили в больницу? Нет, в болезни Болезни случаются все равно Но болезни, к сожалению, случаются Экстремальная ситуация случается и в новогоднюю ночь Но хочется, чтобы новогодняя ночь прошла тихо Наталья, большое спасибо, что вы пришли к нам И рассказали столько интересных историй Мы желаем вам тоже всего самого прекрасного в Новом году А сейчас наши телезрители ждут поздравления от вас Спасибо Я желаю телезрителям здоровья и оптимизма Который желательно не расплескать на этом сложном жизненном пути Спасибо большое Друзья, мы вам напоминаем, что у нас в гостях была Врач года Республики Беларусь В номинации «Врач-терапевт» Наталья Хамицаева Наш эфир продолжается Доброй ранец и Беларусь Доброй ранец и Беларуси, с Новым годом! А мы продолжаем праздничные субботния Утро 31 декабря Во Дворце Независимости встречать Дворец Независимости — это не только площадка для принятия важнейших решений Но и место знакомства с культурой, историей и традициями Беларуси Интерьеры Дворца Независимости Неоднократно украшали работы белорусских художников, фотографов, дизайнеров и скульпторов Так вот, кроме экспозиции наших соотечественников Здесь также можно увидеть и творения зарубежных мастеров Но отдельного внимания заслуживает музей подарков В необычной сокровищнице экспонатов со всего мира побывали наши коллеги Нина Можейко и Ольга Венская А это настоящая сокровищница дворца И дело не столько в цене, сколько в ценности экспонатов Здесь хранится более тысячи подарков президента От зарубежных коллег, иностранных делегаций И самое главное, от рядовых белорусов и трудовых коллективов из разных регионов страны Изящные китайские вазы, наборы резных шахмат и даже перчатка от настоящего космического скафандра Ты сказала про перчатку от космического скафандра? Именно так? Я хочу посмотреть, а вдруг там космическая пыль еще осталась? Пойдем посмотрим Оль, ну работа, которая по-настоящему запала в душу, это экспонат, который я называю букет васильков Цветы настолько изящно выполнены, что их не отличить от живых Это правда Символ Беларуси Сразу вспоминаются строки Максима Богдановича, которые сравнил Василек с цветком Родины Мне кажется, автор этого потрясающего букета должен знать каждый белорус Это Николай Кузьмич из Кобрина Ну а вот этот потрясающий букет был подарен президенту по случаю тысячелетия Бреста в сентябре 2019 года Для размещения всех предметов в зале не хватает места В запасниках музея хранится еще много подарков главе государства от организаций и предприятий страны И бывают случаи, когда приезжая на экскурсию во Дворец Независимости и посещая музей Представители какого-нибудь региона спрашивают, где же их подарок, врученный ранее президенту Оль, ты впервые побывала во Дворце Независимости Это правда Могу сказать, что это была самая запоминающаяся, самая яркая экскурсия в моей жизни Дорогие телезрители, мы очень надеемся, что мы вдохновили и вас не сидеть дома в предстоящие длинные новогодние выходные А путешествовать по родной стране, изучать любимую Беларусь С наступающим Новым Годом, дорогая страна! Любите свое и каждое утро 2023 года встречайте с нами с программой Добрые родницы, Беларусь! Ой, клядашки, блины ладашки Ой, блины ладашки Ой, клядашки, блины ладашки Ой, люли-люли, блины ладашки Ой, клядашки, вы кучей-хучей Ой, люли-люли, вы кучей-хучей Ой, люли-люли, вы кучей-хучей Ой, люли-лю-люли, ты блины ладашки Ой, люли-люли, вы кучей Ой, люли-лю́й ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, друзья! Мы продолжаем просыпаться и вместе провожаем последний день уходящего года. Но, как вы знаете, наступающий год 2023 по восточному календарю будет годом черного водяного кролика. Весь интернет пестрит заголовками. Как встречать год кролика? Что обязательно должно быть на столе? Что же надеть в новогоднюю ночь? В общем, множество советов, как задобрить этого самого водяного кролика, чтобы Новый год прошел удачно. Никаких подобных рекомендаций мы вам сегодня давать не будем. Правда, и без кролика тоже не обойдемся. По дворце независимости кролик найден не был, но мы не отчаялись и отправились на поиски. Только лениво не знает, что 2023 год по восточному календарю – это год кролика. Да, прикоснуться к символу Нового года хочет каждый для того, чтобы год был успешным и удачным. Но нам повезло больше остальных. Потому что свои желания мы загадываем, держа на руках кроликов с президентского подворья. Значит ли это, что наши желания исполниться быстрее, чем у других? Видимо, да. Ведь одно наше большое и давнее желание уже сбылось. Программа «Добрая Ранница Беларусь» мечтала побывать на президентском подворье. И именно на том, о котором так часто рассказывает Александр Лукашенко. И вот долгожданное добро от первого получено. И мы на первом подворье страны. Здесь в крольчатнике символов грядущего года великое множество. И декоративные, и калифорнийские, бургундские, кролики породы немецкая ангора, французский баран и другие. Евгений, вот кролик, он какой по характеру? Знаете, я же не просто так спрашиваю, интересно, чего ожидать от следующего года? В основном они очень, по характеру, мягкие и добрые. Иногда попадаются злые, но это очень мягко. Ну вот судя по шерсти, вот он точно мягкий и добрый. Он такой пушистый, по-сталу. Да, вот этот очень мягкий, это ангорская порода, называется немецкая ангора. Мы просто пытаемся провести аналогию. Вот если год кролика, да, наступающий 2023, то, может быть, и год будет тоже мягким и нежным, пушистым? Есть надежда, если год кролика, то, наверное, будет. Ну вот кролики, по сути, это существа, которые наслаждаются жизнью. У них райское существование. Они сидят, едят и гладят. Особенно вот здесь у них точно райское существование. Главное – это корм. То есть вот свежая сена, то есть где он сам его хочет. Конкретно это? Нет, вот конкретно это, да. Все. Ты хочешь себе в качестве сувенира? Просто, чтобы было. Если вы думаете, что к году кролика мы вам покажем только кроликов, то вы ошибаетесь. Здесь, на подворе президента, кажется, что есть все и все. Даже страусы. Да. Мы уже к ним привыкли, как к обыкновенной птице. Они у нас весной начинают нести яйца. Яйца у них очень большие. Килограмм, килограмм сто. А это правда, что яичница из трусиного яйца делается более полчаса? Да, вы знаете, да. Это очень такое экзотическое блюдо получается. Здесь вот у нас декоративные курочки. Это вот петушок. Не дерутся хоть? Нет, нет, нет. Вот это вот черный петушок. Вот можете пойти сюда. Это черный петушок. И вот спрятался вот еще один петушок. У меня просто травма детства. На меня напал петух. У меня с петухом целая история была. Я стал президентом из деревни, где когда-то жил. Дети оставались. Я с собой забрал петуха. Такой здоровый, красный. Но он был бандит. Ни одна ведущая на съемках «Птичники» не пострадала. Скорее наоборот. Местные куры не досчитались яиц. Мне кажется, лепату, но их голоса понятно, что они возмущены. Ну, немного недовольны, мне кажется. Ладно, пойдем. Давай, пойдем собирать. Извините, мы тут ваши яйца заберем. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Где яйца в этом доме? Вот курс. Мы дико извиняемся. Но мы немного возьмем. Извините, пожалуйста. Нам доверили ответственную миссию. Нет, не приготовить омлет, а заложить яйца в инкубатор. Ну, а сейчас мы принесли яйца на инкубатор, где, собственно, они станут цыплятами. Через сколько дней? Нет, еще не закладываем. Чтобы будущего цыпленка обезопасить, нужно обработать яйцо или хлорексидином, или перекрешиводородом. И так с каждым, так обрабатываем. И на сколько дней мы кладем их в инкубатор? 21 день. Весь идет процесс. Через три дня включим поворот, чтобы яйца вращались, чтобы не присох за родышку, скрупья. Но под курицей же яйца не вертятся. Она их сама крутит. Она крутит, вертит, как хочет. Означает ли это, Михаил Васильевич, что мы с вами увидимся через 21 день? Означает. Звучит, как обещание. А пока в запасе. У нас еще 21 день. Поэтому можно посмотреть и на других обитателей подворья. Говорят, что к каждой коровке нужно приходить, но прежде, чем ее подоить, с каким-то угощением. Ну да. И к вашим тоже. И к нашим. И не каждая будет любой хлеб кушать. Одна такой кушает. Я бы сама его ела. Татьяна, что нас интересует? Какая корова больше всего дает молока? Вот на данный момент каштанка у нас. Каштанка. А сколько она лит? Она сейчас дает 35 литров молока. Три литра – это хорошо. Это она только 6 дней после отела. Оно постепенно молоко прибывает. Оно, я думаю, что литров 40, может, даже и больше будет давать. Нас интересуют те трое котят, которых выкормили. Прибились ко мне, прибились три котенка. Ну, молока дал, прожились. Ни одной мыши. Вот Мурка провела нам четверо. Мальчика одного забрали, мы подарили. Осталось Николаевна и Борисовна у нас. Вот вы конкретно по отчеству, да? Да. Одна Николаевна. Вот такое уважение здесь к животным. Светлана и Борисовна. Николаевна и Борисовна. А это ириска у нас. Ириска. Самая красивая. Ответственно заявляем, мышей действительно нет. А котам тут, вопреки пословице, все масленица. Она всегда, когда приходит президент, она всегда возле… Так и крутится, да, хозяин. И вот всегда, когда Александр Григорьевич приходит, коровки наши просто расцветают. Как чувствуют, что приходит, да. Если травичку там привозят или что, это просто… Просто, я не знаю, они издалека слышат, что к нам едет президент. По звуку, они все вот… Это просто чудо. Мы девушки хозяйственные, поэтому посмотреть на коров и не подоить их – не наш стиль. Если честно, я волнуюсь, я 22 года не доила. Оп, и вниз. Классно. Мне жалко коровы, давай тебя пора. Давай, пора. Ну, это был специальный аттракцион для Марианны. На самом деле, всех коров на президентском подворье даят при помощи специального аппарата. Быстро, удобно и коровкам комфортно. Вот подсоединяешь первый кусок кнопочкой вверх. Нет, ну так значительно проще, конечно. Конечно. Сейчас попробуем того, что я надоила. Мариана, как думаешь, какой процент в этом кувшине молока, которое надоила именно ты? 95. В этом мире животных почетное место отведено лошадям. Здесь их очень любят. Впрочем, как и остальные, холят и балуют. Они как люди, разные по характеру, разные по этому… На, ну, Катушка, ну иди к нам. Иди, смотрите, сколько сахара даешь. Вот молодец. Ой, ты хороший. Все-таки есть у него некоторые сомнения по поводу нас. По поводу тебя. У меня взяла сахар. Ты сочная. Такая мазь называется саловая. Саловая? Да. Понятно. Мне кажется, нас зовут, Мариана. Мне кажется, надо идти. Так пойдемте же к Пончику. Пойдемте. Какая у тебя челка. Ну ты просто вон в парень. Какая она рассчитана. Пончик. Ира. Если Мариана 22 года не доила корову, то я примерно столько же не скакала. Я имею в виду на лошади. И снова сегодня исполняются мечты. Потом буду рассказывать историю о том, как я ездила на лошади. Просто ходила за ней. Ногу в стремя, толкаемся. Только не плюкаемся. Оп. Вот нежно садись. Нет, голова точно не будет. Я ураню ведущую. Рейс. Хорошо. Когда говорят, что качать же лошадь, а наездник просто сидит, это все в раке. И наездник тоже напрягается по полной программе. Тема лошадей считаю на сегодня закрытой. Не торопись. Ты помнишь песню про трех белых коней? Это вот и уносит. Да. Поедем. Поедем. Только правда один пункт. Кстати, нам досталось право первой поездки на новеньких рысных санях. Этот подарок президенту от губернатора Брестской области прибыл сюда совсем недавно. Мы все проверили, все отлично ездит. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Даже встреча с самим президентом. Здравствуйте. Уже прихватили. Конечно. Уже прихватили. Александр, ты говоришь, спасибо. Так, я сказал, вот сбежала красавица. Тоже не замужем. Не будете замуж выходить? Я замужем, все нормально. Когда ты замужем, ты вчера вышла замуж только. Ну ладно, тебе два кролика. Хорошо. Тебе пока одного. Ну как вам это веселухи? Они вообще прекрасные. Это калифорнийский этот. Да. Это помесь. Ладно, отдаю. Что, прям вот этого? Ты моя хорошая. Ты боишься. Ты хорошая. Не волнуйся, люди они хорошие. Это весная характеристика президента. На, на. Спасибо. У меня черный водяной. Символ наступающего года. Там же по восточному календарю черный водяной. Короче, два отдаем, да? Так, кроликовой. Кроликовой. Гуренковой. У него некого смотреть, спускай смотрит. Ты коров доила. Я каталась на лошади. Доила. Руками. Вот этими у вас. Странно. Почему? Нет, странно, что ее аппаратом дуют. Они обычно... А я потом... Ну, понятно, кого хочешь, выдаешь. Да. Понятно. Для начала корм мы вам дадим. Спасибо. О, уже привык к себе. Они неприхотливые, очень хорошие. А покажите нам, пожалуйста, кролика, которого вам подарили в Тихиничек. Вы еще говорили, вы его хорошо строите. Где-то там. В шестом серии. Вы можете посмотреть, как он устроился. У меня много кроликов, для него я место найду. Хорошо. Ой, ты хороший мой. Да, тут много людей. Хорошие. Можете только посмотреть. Мы уже их сегодня смотрели. Они милейшие. Маленькие их. Желательно не смотреть и руками не брать, ибо она их погрызет. Сколько? И две недели. А, ну, тогда уже больше. В общем, живется хорошо кролик. Маленькая ты. Хорошая. А вы показали девчонкам декоративных? Вы часто приходите сюда? Получается? Сейчас они уже все освоили. Видите, какая хорошая. Маленькая, да? Общение с животными – это антистресс определенное, правда? Ну, а зачем я вам кролику подарю? Чтобы вы не сотрясались никогда. Спокойно вели свои репортажи там. Раскованно, как иногда бывает. Можно нескромный вопрос? Смотрю. А что скажете? А кого смотреть? Больше некого смотреть? Все каналы работают. Ну, я почему-то все время на вас. Это очень приятно. Да, вижу, вижу я вас. Марьян, теперь аккуратнее. Это очень ответственно. Вы же шестеро там. Ну, иногда ты отвлекаешься на разные эти танцунки. Папу. Александр Георгиевич, а каждый человек 31 декабря как бой курантов загадывает какое-то желание? Какое желание загадывает президент? Чтобы эти кролики у вас долго жили. Только это? Ну, это главное в этом году. Если кролик будет жить в этом году, хорошо жить, то и вам будет хорошо. Пойдем. Эту субботу, 31 декабря, мы вместе с вами провели во Дворце Независимости. Наша команда, а ее только небольшую часть вы видите в кадре, больше людей остается за камерой, постаралась рассказать вам об этом уникальном объекте как можно больше. Экскурсия по Дворцу Независимости в среднем занимает два с половиной часа. То есть вы понимаете, сколько же всего интересного осталось за кадром. Ну, а сейчас наш эфир подходит к своему завершению, и нам хочется еще раз поздравить вас с наступающим Новым Годом. Главное, будьте счастливы и здоровы. Обязательно загадывайте желания. Ведь не зря же говорят, нужно поверить, и все исполнится. Ну, а еще, конечно же, смотрите добрые ранницы Беларуси. Тогда каждое ваше утро будет добрым. Ну, а с вами мы увидимся уже в новом 2023 году. Всем хорошего дня. И с Новым Годом! Заметает снегом крыши, И Новый Год уже в спину дышит. Январь маячит в огне, Волшебник, чуд, не зима. Звон хрустальных часов, Сердце греет любовь, В новогоднюю ночь Смех родных голосов. Дед Мороз сосорник, За окном снеговик, В новогоднюю ночь У любви нет границ. Прилетит звезда чет, Ёлку детям зажет, В новогоднюю ночь Мир любовью спасет, Мир Любовью Спасет. В новогоднюю ночь Дарый волков Принесет Дед Мороз Любовь В каждый дом Любовь. Свет родных городов, Окрыляет любовь В новогоднюю ночь Чувства без адресов, Море радостных слез, Толь жерелья и слез, В новогоднюю ночь Сказки тоже всерьез. Прилетит звезда чет, Ёлку детям зажет, В новогоднюю ночь Мир любовью спасет, Мир Любовью Спасет. В новогоднюю ночь Загадай на любовь, Ночь счастливых надежд, Волшебных снов, Станет старше на год земля, Мир одна семья. Ночь счастливых надежд, Загадай на любовь, В новогоднюю ночь Дары и волхвов Принесет Дед Мороз Любовь В каждый дом Любовь. В новогоднюю ночь Загадай на любовь, Ночь счастливых надежд, Волшебных снов, Станет старше на год земля, Мир одна семья. Ночь счастливых надежд, Загадай на любовь, В новогоднюю ночь, Дары и волхвов, Принесет Дед Мороз Любовь, В каждый дом Любовь. Старый год намашет с крыши, И Новый год уже в спину дышит, Январь маячит в окне Волшебных челнер зима. Доброй ранец и Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова